Всем привет и так что новенького на Доме-2 и за периметром. Алена Савкина принимает участие в конкурсе «Сейшельские каникулы». Она единственная из старичков, кто ещё не был на острове. Вчера снимали конкурс «Дефиле», Алену нарядили стюардессой. «Я очень хочу полететь на Сейшелы, взять Богданчика и отдыхать там целых 10 дней». Потом Алену с Ильёй выехали за периметр, покушали в кафе, а через 4 часа Савкина почувствовала недомогание. «У меня болит низ живота», – пишет. «Ничего не помогает. Не знаю, кишечник это или яичник». Алене вызвали скорую помощь, её увезли в стационар, сделали УЗИ. Предварительный диагноз – внематочная беременность. Но консультации врача она так и не дождалась. Через час Алена самовольно покинула Коломенскую больницу. «Я просто взяла и ушла», – говорит, не дождавшись никого. «Люди там сидят в домашних тапочках по 5 часов». Врач-гинеколог пришла, но сказала, что очень устала. Она не стала никого принимать и пошла спать. Сегодня Алена всё-таки пойдёт к врачу. Не подумайте, она заботится о своём здоровье. Глеб Малмыгин и Наталья Рейнашвили заселились в отдельный домик. Неужели ей не стыдно мутить с мальчиком, который ей годится в сыновья? Теперь у Глеба и Натальи иммунитет на неделю. У Малмыгина имеется опыт в этом деле. До проекта он жил со взрослой тётей целых три месяца. И ему всё нравилось. Катя Садова примерила свадебное платье. Говорит, влюбилась в кого-то с первого взгляда. Кому так повезло, пока неизвестно. А при чём тут свадебное платье, вот пишут. Ну, влюбилась, ну и что? Ещё бы подгузников сразу закупила. Саша Габозов проведал наконец-то родителей. Он у них очень долго не был. Ольга Васильевна прямиком из душа в кадр. Габозов подарил родителям букет с сиреней. Ободрал, видимо, кусты у подъезда и рекламные часы. Развод Ебаровых отменяется. Илья вновь признаётся своей жене в любви. Я рада, что мы смогли сохранить нашу семью и любовь, пишет Настя. Понятно, что ребята и не собирались разводиться, просто мутили тему. Олеся Семиренко показала свою новую песню «Чужес странцы». В комментариях пишут «Типичные поющие трусы». Даже голос не слышно, одна фанера. Певичка-однодневка. Оля Ветер публикует новые фотографии. Этот снимок ей очень-очень сильно нравится. Подписчики пишут ей, что он симпатичный, ничего такой. Оле повезло. Большое достижение у Стефана Аганесяна. Малыш уже сам просится на горшок и делает на него все свои дела. Просто малышу повезло с бабушкой. Если бы не Репсима, то ходить бы ему в памперсе и с соской до самой школы. Черно отказывается отвечать на вопрос, не беременна ли она. Ребята хотят еще девочку. Но о беременности сообщат только тогда, когда уже невозможно будет скрывать интересное положение. То есть, видимо, мы узнаем об этом только после вторых Сашиных родов. Черно рассказала о последнем конфликте с роднёй. Как вы помните, Черно жила с бабушкой, с тётей и её детьми. Так вот, родные предлагают Саше выписаться, чтобы бабушка могла оставить свою квартиру одному из внуков, с которыми живёт много лет. Ну и естественно, что Стефана тоже там отказались прописывать. По итогу Черно теперь почти не общается с родными. Поэтому Аганесяны будут брать в этом году ипотеку. Мы вынуждены брать абы какую квартиру, а не квартиру мечты, чтобы было хоть что-то. Новые фотографии от Таты Блеменкранц. Такую необычную прическу она сделала дочери. Артём Мартинчик, так и не покорив Надю Ермакову, стал снова ухаживать за Машей Давидовой. Ребята заселились уже в отдельную комнату. Ну а Надя, похоже, ревнует. А Ермакова сильно заболела. Но сейчас почему-то ни один из бывших ухажёров не обращает на Надю внимания. Ни Лазарев, ни Мартинчик. Надю лечит Лёша Адеев. Аня Мадан узнала, что Максим Моргенштерн за её спиной переписывается с бывшей. Это девушка Элина из Уфы. Мадан стала ревновать и очень неумела скандалить. В общем, скучно и неинтересно. Аню Брянскую не устраивает внешний вид Алексея. Она хочет отвезти его к косметологу и освежить с помощью ботокса. У Алексея очень много говорит морщин. Адеев же считает, что для 40 лет он выглядит очень даже хорошо. Адеев тоже недоволен внешним видом Брянской. Он хочет откормить девушку, которая весит всего 45. Это кадры истории с Димой Дмитренко. Ребята ездили на ферму. Очевидно, что Оля ещё очень далеко до идеальной физической формы. Поговаривают, что Ольга Бузова хочет опять стать ведущей Дома 2. Ей обещали персональное телешоу на канале ТНТ, но обманули. А вот так выглядит после отдыха на Кипре Анита Кобелева. У Аниты, как и у её подружки Майи Донцовой, опухло лицо почему-то. Это ещё серия милых фото от Юлии Щегловой и Майи Донцовой. Ребята выгуливали сейшика и фоткались с ним. Новые снимки от Богдана Ленчука. Его сын Лев очень подрос. Артёмова пытается немного отвлечься от материнства. Делает вылазки в свет, рекламирует одежду. На этом всё. Подписывайтесь. Будем сплетничать. Субтитры подогнал «Симон»